Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Добрый день! Сегодня говорим о цветниках и декоративных кустарниках. Итак, Наталья Викторовна, как правильно ухаживать за декоративными кустарниками? Мы поговорили с вами о том, чем занимаемся в июне на огороде, в саду. А теперь пришел черед поговорить о наших декоративных кустарниках и цветах. Им тоже нужен наше внимание и забота. Хотя, конечно, что касается декоративных кустарников, мы им уделяем с вами мало внимания, честно говоря. Ждем от них хорошего цветения, отцвели, и мы о них благополучно забываем практически до следующей весны. А они ведь тоже требуют и полива, и самый главный полив, конечно. До цветения их нужно обязательно поливать. А декоративные кустарники – это у нас с вами сирени, жасмины. Самый ранний кустарник – это форзиция, спирея, дейция, скумпия. И я знаю, что у многих растут кусты, которые украшают дачный участок и своим пышным цветением нас радуют. В этом году сирень, конечно, была очень красивая и белая, и фиолетовая. Цвела очень долго, ярко, нарядно. Я видела, как идут наши денцовцы с большими охапками этих цветов, несут себе на работу, ставят и дома букеты эти хранят, ставят в вазу. И я тоже очень люблю букеты из сирени. Но хочу сказать, что когда вы срезаете сирень для букета, лучше это делать утром. И обязательно, когда принесли букет, чтобы поставить в вазу, расщепите концы веток под водой, чтобы воздух не попадал в эти сосуды проводящие. Потому что сирень, вот когда вы ее наломали, веток, несете домой, она уже выведает. Поставили в воду, она стоит недолго. А вот если все сделать правильно, тогда этот букет будет радовать вас очень долго. И когда мы срезаем сирень, обязательно не только цветы срезаем, коротенькие ветки, а обязательно захватываем две трети ветки. Для того, чтобы как бы и омолодить этот куст. Потому что, когда вы обрезаете ветки, вы даете растению шанс заложить новые цветочные побеги на следующий год. И, конечно, не только сирень, но это касается и жасмина, и спиреи, и дейцы, и форзицы, вот всех декоративных кустарников. И самое важное, что мы с вами упускаем. Когда наша сиреня цвела, жасмина цвел, мы ничего с ними не делаем. А нужно обязательно обрезать эти кусты для того, чтобы они не завязывали семена. Вы же видите, что вот цветшие побеги сиреня, они потом превращаются, формируют семена. И растению, вместо того, чтобы закладывать цветочные почки на следующий год, оно формирует семена на своем кусту. А вам это нужно? Не нужно. И все силы тратят. В итоге на следующий год цветение не такое пышное. То есть обязательно после цветения кусты обрезаем. Где-то наполовину все побеги обрезаем. И куст формируем, и на следующий год у нас почки цветочные закладываются, и семена не завязываются. И очень часто сирень дает побеги. Даже не часто, а постоянно. Посадили кустик, смотрите, весной вокруг побеги идут. И некоторые думают, что могу размножить куст сирени таким образом. И потом откапывают побег и сажают в другое место. Понимаете, сирень сейчас часто продается привитая. То есть вот эта поросль, она идет от корней. И вы вот этот сорт не сможете размножить. Потому что поросль идет от корней, а не от культурного сорта. Поэтому поросль обязательно вырезаем. Иначе она очень и очень ослабляет куст. А когда у нас кусты отцвели, нужно их подкормить. Для лучшей закладки цветочных почек. Кормим минеральными удобрениями. Так что не забываем про декоративные кусты, которые нас радовали своим цветением пышным. Мы их обязательно после цветения обрезаем и делаем подкормку. На будущий год даем им задел очень хороший. Наталья Викторовна, какие работы мы проводим в июне в цветниках? И на что обращаем самое пристальное внимание? У нас сейчас в июне основные работы с многолетниками, которые хорошо у нас призимовали в этом году. Это касается флоксов, пионов, лилейников, ирисов, лилий, дельфиниума. Их обязательно нужно поливать, рыхлить, ухаживать за ними. И кормить, конечно, для того, чтобы они могли нас порадовать хорошим цветением. Кормим и органическими удобрениями. Это настой и коровяка, настой птичьего помета. И комбинируем органические подкормки с минеральными. Берем комплексное минеральное удобрение, ту же кемиру цветочную, спичечный коробок на 10 литров воды. Вот вам готовая подкормка. Сейчас пионы уже набрали цвет, и цветут, и бутонов очень много. Обязательно кусты нужно подвязывать. Потому что они такие пышные, такие большие. Листовая масса огромная. И вот под тяжестью цветов они будут, кусты, просто распотаться. Поэтому пионы подвязываем. Сейчас очень красиво есть декоративные подставки. Если не подставка, то обычный кол можно и шпагатом обвязать. Для того, чтобы облегчить вот это цветение, чтобы растения не травмировались. И пионы кормим сейчас фосфорно-колейными удобрениями. Азот не даем. Потому что азот дает рост вегетативной массы листьев. А для пышного цветения нам нужны фосфорно-колейные удобрения. И у нас сейчас уже взошли вьющиеся растения, которые мы рано сеем, а не холодостойкие. Это и тунбергия, и душистый горошек, и помея. Обязательно подумайте о подставках для них. Потому что вьющиеся растения, они нуждаются в опоре. Если вы не сделали подставку, или арку какую-то поставили, или просто сетку натянули, то они не будут виться. Они будут лежать на земле. И никакой радости и красоты у вас на участке не будет. Обязательно подумайте об этих вьющихся растениях. Их нужно подвязывать. Кормим, рыхлим, поливаем и подвязываем. Какие цветы мы высаживаем в июне? В июне мы высаживаем уже сейчас рассаду теплолюбивых цветов. Приходишь на рынок, глаза разбегаются. Такая пестрота, такая красота. Какой только рассады нет. И в общем, каждый выбирает на свой вкус. Высаживаем, кто еще не посадил, петонию, она теплолюбивая. Высаживаем рассаду астр, бархатцев, высаживаем агератумы различные, цинерарию, бегонию. Все, что вам понравится, все на ваш вкус. Посадили в клумбы, арабатки, бордюрные вот эти свои ленты. И через две недели начинаем их кормить. И уход основной за цветами, которые мы вновь посадили, то же самое. И подкормки, рыхления и поливы. Наталья Викторовна, как вы считаете, когда лучше всего выкапывать луковичные растения? В июне. Вот июнь самый оптимальный месяц для выкапки и мелколуковичных, и крупнолуковичных. Мелколуковичные у нас с вами это мускари, подснежники, пролиски. Они уже давно отсвели. И в июне пора их выкапывать, пока вы еще видите, где они у вас росли. Конечно, ботва листва у них уже засохла. Выкапывайте их. Выкапывайте, очищайте их от земли. Просушивайте обязательно. Но не на солнце, на ярком, а где-то в тени, но чтобы вентиляция была в воздухе хорошая. И храним мы их до посадки в августе. Храним, пересыпав или торфом, или песком, или опилками. Вот так они хранятся, вот эти мелколуковичные. И в конце июня пора нам будет с вами выкапывать наши тюльпаны, нарциссы, гиацинты. Они считаются крупнолуковичными, потому что у них луковица значительно крупнее, чем у крокусов, допустим, и пролисков. Поэтому выкапываем, потому что у них уже листва тоже засыхает. Видите, что нарциссы уже закончили цветение, начинают желтеть листва у них. Тюльпаны тоже отцвели. Пожелтела листва. Это первый признак того, что они готовы к выкопке. Но они сидят глубоко. Я тоже попыталась свой тюльпан выкопать. Копнула. В итоге луковица осталась в земле. И часто можно лопатой даже разрубить ее на части. Поэтому копайте глубоко, чтобы их не травмировать. Вытащили луковицы. То же самое. Очистили от земли. Немножко вот эту шелуху коричневую сняли. Просушите их и положите на хранение. Будут они ждать где-то августа месяца для посадки. Но хранить нужно правильно. Обычно мы куда ставим ящики с луковичными? Или в хозблок, в сарай, чтобы не было там мышей. Грызуны очень любят полакомиться вкусными. Вот этими луковицами, тюльпанами, нарциссами. Так что берегите их от повреждений. И выкапывайте, и храните. И ждите августа месяца, когда можно будет их вновь посадить. Тюльпаны мы выкапываем практически каждый год. Для того, чтобы они хорошо цвели. А вот нарциссы, гиацинты можно выкапывать и не каждый год. Можно оставить их на месте на 3-4 года. А по истечении этого времени выкопать они не нуждаются практически в ежегодной. Так что это облегчает нам наши работы на цветниках. А вот с тюльпанами придется возиться, конечно, каждый год, чтобы они нас радовали весной цветением. Наталья Викторовна, какие советы вы бы дали по уходу за газоном? Газон мы считаем, самая главная наша задача косить. Косим, стараемся регулярно, конечно, хотя бы раз в 10 дней. Потому что потом бывает трудно пройтись с газонокосилкой, когда высокий травостой. И не забывайте о том, что газон, не только косим, его нужно и поливать, если лето сухое. Обязательно. Потому что мы по нему ходим, мы его вытаптываем. Ну, хорошо, там нормальный состав трав, который устойчив к вытаптыванию. Но все равно он очень ждет от полива. И подкормка. Есть удобрения специально для газона. Гранулированные удобрения. Кемера газонная. Далеко не нужно ходить. Кемера газонная, она всегда в магазинах есть. И вы просто рассыпаете эти гранулы по газону своему. Тут же пролили хорошенько. И газон будет вас радовать практически все лето. Но есть любители не такого нетрадиционного газона. А некоторые любят мавританский газон. Вот он сейчас входит в моду. Становится очень популярным. Он отличается от обычного газона тем, что в состав трав входит не просто обычная трава. Вот мятлик луговой, полевица, райграсс. Туда добавляют семена полевых цветов. И этот газон, он цветущий. Он высокий и цветущий. Конечно, у кого нет такой возможности больших участков. Это в основном мавританский газон используется теми дачниками, у кого большие участки, где есть вековые деревья, где не нужно нам косить и не хочется косить большую площадь. Можно просто засеять мавританским газоном. И он, конечно, очень красивый. У него очень много плюсов. Во-первых, он неприхотлив. Его не нужно косить регулярно. Достаточно его косить весной, как только идет отрастание травы. И осенью, когда уже он начинает увядать, для того, чтобы семена уже созрели и упали в землю. Вот тогда мы его косим два раза. Согласитесь, не так регулярно, как мы косим газон. А всего два укоса нужно делать. Он цветет практически все лето. Он неприхотлив. Его не нужно поливать. Потому что он не требователь к поливу. Достаточно вот этих дождевых осадков, влаги естественной. Его не нужно кормить. Он растет практически на любых почвах. На влажных, на сухих, на бедных почвах. Он очень ароматный. И, конечно, ходить по нему, у него минусы есть. Ходить по нему уже нельзя. Потому что там луговые цветы, которые быстро вытаптываются. По нему не побегаешь, не попрыгаешь, не поиграешь. Он просто для украшения. И еще одним минусом является мавританского газона то, что он, конечно, ароматный. Аромат привлекает и пчел, и ос. Если вы этого не любите, то, конечно, тогда мавританский газон не для вас. И часто бывает, посели газон, а он очень ароматный. И пыльцы много. А люди, которые склонны к аллергии, скажем так, для них это не очень хорошо. Поэтому прежде, чем посеять мавританский газон, нужно взвесить все плюсы, все за и против. Но чаще всего мавританский газон высевают в клумбу. Вот сделали просто вот такую, засели клумбой. Не надо его не косить, и она будет вас радовать все лето цветением, практически не доставляя никаких хлопот и никакого ухода. Вот такие основные работы у нас в цветниках и с декоративными кустарниками. Спасибо, Наталья Викторовна, за ваши ценные советы. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. А мы желаем удачи на вашей даче. Субтитры создавал DimaTorzok